Сотрудники госпожнадзора провели очередной рейд. На этот раз проверка прошла в местах проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения в селах Атасы. Тему продолжит Виталий Абрамов. Здравствуйте, с правильной охраной. В этот раз задача пожнадзора проверить муниципальные квартиры, где проживают люди с ограниченными физическими возможностями. Основная цель мероприятия не только рассказать о правилах поведения в чрезвычайной ситуации, но и по возможности предупредить ее. С каждым ведется подробная беседа о соблюдении мер пожарной безопасности, в частности, о пагубной привычке курить в комнате, а не редко и прямо в постели. Почувствовали запах дыма, нужно звонить пожарную охрану. Вы находитесь в деревянном доме, на квартире. Проводится и подробный осмотр каждой комнаты, в каком состоянии электропроводка, розетки и электроприборы. Работает ли пожарный извещатель? В этой квартире его установили в прошлом году. Но остановили прошлой осенью, благо пока ни разу не видели в действии. А так показали и рассказали, как работает. Пожарные к нам часто ходят. Подобные рейды проводятся регулярно, что способствует значительному снижению количества трагических случаев. Данное мероприятие проводится с целью маломобильных лиц, допустим, если произойдет пожар, чрезвычайная ситуация какая-нибудь, им очень будет сложно справиться самостоятельно. Для этого проводится объезд, инструктаж, профилактика пожарной безопасности. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют устанавливать в жилье автономные домовые извещатели и желательно датчики пожарной сигнализации с GSM-модулем, которые выводят сигнал непосредственно на пульт пожарной охраны. Ведь цена датчика гораздо ниже, чем сумма возможного ущерба. Виталий Абрамов, Андрей Астекритов, НВК Саха, Хатасе.